В заводе управления Магнитогорского металлургического комбината подвели итоги конкурса «Лучший поставщик-2017». Среди десятков сотен партнеров, которые поставляют на ММК различную продукцию, были отобраны 18. Представители этих компаний на торжественной церемонии из рук генерального директора ММК Павла Шиляева получили памятные дипломы. Прозрачность закупок – тот фактор, который в современном мире имеет для предприятия не только экономическое значение, но и влияет на имидж компании. Причем не только в России, но и на международной арене. С целью пропаганды, открытости закупок, а также надежных партнерских отношений, руководством Магнитогорского металлургического комбината и был организован конкурс на «Лучшего поставщика». И проводится он с 2015 года. В пределе Дня металлурга мы собираем наших партнеров, тех, кто каждый день оказывали нам поддержку текущую, своей продукцией, своими услугами, является нашим стабильным партнером. Мы собираемся в этом зале для того, чтобы подвести итоги и лучшим из наших коллег, из наших партнеров, рассказать слова благодарности и учить отдельные знаки внимания. Заслушать оценку «Лучшие» не так-то просто. Оценивается качество, востребованность, привлекательность, цена продукции, инновационная и научно-техническая составляющая товара и услуг, а также нацеленность на потребителей, объем и сроки поставок. Исходя из этого были определены 18 лучших партнеров. В номинации «Технологическое оборудование» награду получил электростальский завод тяжелого машиностроения. Такое доверие он заслужил, поставляя подшипники жидкостного трения для прокатных цехов, а также сложное оборудование, как доменные клапаны. Та продукция, которая несколько лет нами разрабатывалась, развивалась и улучшалась, она является для нас стратегическим, соответственно, металлургическим комбинатом представлять такое же стратегическое предприятие. Сотрудничество это длится уже несколько лет, и я надеюсь, что оно будет продолжаться дальше и только развиваться. На сегодняшний день ММК сотрудничает примерно с 1700 поставщиками. Их рейтинг по результатам поставок рассчитывается каждый квартал. Кроме того, проводятся технические аудиты и так называемые «Дни открытых дверей». Павел Берсенев, Влад Набиев, телекомпания ТВН.